Хочу показать небезынтересную на сегодняшнее время зигзагообразную дециметровую антенну. Цифровое телевидение все больше входит в нашу жизнь, и все ищут какие-то новомодные красоты, там простую металлическую рамочку в пластмассовом корпусе за 500 гривен. Вот самая эффективная, одна из самых эффективных, по-моему еще называется антенна Харченко, не помню, сейчас могу путать. Вот, антенна размеры, длина стороны 120 миллиметров 12 сантиметров, паяется из четырех кусочков, два нужно вот так вот загнуть, здесь уже припой нанесен, и в этих местах накладывается и спаивается. Общая длина получилась 300 миллиметров. Получилось. Антенна эта у меня лежит в запасе, делал я ее, наверное, лет 25 назад. Продавались вот такие вот пластиковые, не пластиковые, какая-то как эпоксидка, труба, специально так и называлась, мачта для антенн, мачта для антенны. Там даже по центру идет какой-то медный провод, типа заземления, наверное. Вот, очень недорого стоили, и я тогда решил приспособить. Засверливаются отверстия, нарезается пруток, в данном случае медный пруток, не жалко было в те годы. Вот, и на эпоксидке вклеивается. Расстояние между ними 30 миллиметров. Все это может быть очень произвольно. Длина этих прутков получается 250-240. По конструкции можно очень варьировать. И вот это расстояние, вплоть до того, что лист железа сзади можно прикрепить. Задний элемент увеличивает коэффициент усиления антенны в два раза. Если использовать просто рамочку, соответственно усиление антенны будет в два раза меньше. По децибелам, смотрите в интернете, не помню. Вот, стоечки. Вот эта, кстати, нижняя уже заменена, потому что когда-то эта антенна стояла у меня на крыше, и крыши ремонтировали, и тогда уже появилось кабельное телевидение, и антенны сбросили. И когда сбросили, вот эта стоечка поломалась, ну я антенну свою забрал. Ну, нас не спрашивали, понимаете, в нашей стране никогда ничего не спрашивают. Вот, будете вы снимать, не будете снимать. В общем, стоечка новая. Вот, из латуни. Резьба нарезана и с той, и с той стороны. Очень рекомендую. Расстояние. Вот в моей антенне. Сейчас скажу, какое расстояние. Значит, расстояние... Ну, насколько помню, тогда по конструкции, вот 120 миллиметров получается. Можно 110, 100. Вот такая хорошая антенна. Без всяких усилителей, которые выходят из строя во время грозы. И если вам высота позволяет, задрать ее нужно как можно выше. Вот, и поставили вы ее и на всю жизнь фактически, если правильно все сделали. Потому что здесь ничего сгореть не может. Спасибо за внимание. Хочу показать, куда нужно припаивать антенный кабель. Значит, смотрите, кабель должен идти по боковой грани. Вот здесь он еще будет хомутиком, закрепленный не одним, а двумя. Должен выйти в нулевую точку. Вот так вот. Вот эта точка нуль. И либо спереди, либо сзади. Уже по стержню мачты идти вниз. Значит, можно... Почему вверх? Также можно вниз, по вот этой грани, пустить кабель сюда и уже на снижение. Но, смотрите, этот вариант вверх лучше, потому что вода в положении вниз будет затекать у вас внутрь оплетки. И будет делать свое черное дело. Вот так вот вверх она не будет затекать. Разницы нету. Что вверх, что вниз вы пустите кабель. Абсолютно. А оплетка вот здесь вот собирается тоже, скручивается, облуживается и припаивается на эту сторону. То есть центральная жила сюда, оплетка сюда. Либо наоборот. И пустить можете по этой грани. Можете пустить по этой грани. Но, опять же, повторяю, верхний вариант лучше, потому что вода не будет затекать. Но все равно, вот здесь вот это место сейчас жевательно и лачком. И зачем я сделал винты? Кстати, изначально винтов не было. Держится на пайке. Но вот сегодня я все-таки решил просверлить отверстие и прижать еще и шайбами. Там, где припаяно. То есть загнутая центральная жила вокруг винта. Припаяно, притянуто. И здесь так же само. Никакого усилителя. Но все равно, нужно, конечно, оптимально проверять. Будет у вас такая антенна работать или не будет. Изготовляется она несложно. За часок-два. Да, не сказал про такой момент. Значит, вот это полоса латунь. Может быть медь. Ширина 20 мм. Но здесь может пойти и медная шинка. Можно сделать полотно антенны из алюминия. То есть вариантов очень много на самом деле. Даже обычная сталь. Когда-то делали и стальные полосочки. Склепывали. Ну, естественно, материал. Медь, латунь, алюминий лучше, чем сталь. Ну, даже сталь работала. Все зависит от расстояния вашей антенны до телецентра. И высота подъема вашей антенны. Предел прямой видимости. И, конечно же, прием будет усугублять различные строения по пути телевизионного сигнала. Высотные дома. Или ваш дом находится в Яру. Но антенна очень неплохая. Очень неплохая. Я ее рекомендую делать, ставить для цифровой телевидения Т2. Вот так я завачил нитроваком. Еще один совет. Вот даже в таком положении кабеля все равно и центральная жила, и оплетка. Там такой зазор своего рода получается капилляр. И капилляр будет тянуть влагу. Поэтому, по максимуму, вот эти места, если вы хотите подольше к своей антенне не лазить, не переделывать ничего, делайте сразу капитально. Закрывайте все эти места лаком. И тогда я вам говорю, десятки лет можно и хорошие хомуты. Потому что хомуты есть такие, на морозе трескаются. То есть, вот так захомутал я. Вот так захомутал. Специально вожу картоночку, чтобы не сливалось. Вот так вот идет кабель. Хомуточки. И пошел кабель на снижение. А здесь вот винты. И не только здесь. Я рекомендую... Я рекомендую взять автопластилин и нанести автопластилин. И когда вам нужно будет открутить, вы легко это сделаете. И здесь, кстати, можно использовать автопластилин. Что такое автопластилин? Вот такая вот пластичная масса. Очень хорошо держится. Рекомендую применять на машине, где у вас торчит резьба. Лучше ее по ходовой закрыть автопластилином. И спустя годы вы эту корочку из автопластилина снимете, и у вас чистая резьба. Не ржавая, ничего. Отличная штука. То же самое и здесь. Вот такой итог.